С нынешними ценами на топливо, пистолет, бензоколонки так и хочется приложить не к заливной горловине, а к головине. Почему в Алтайском крае так резко подорожало горючее и когда это кончится, расскажу пока заправляю машину. Поднятие розничных цен по региону началось с мая, при том единственная категория, которой это почти не коснулось, дизель. Литр 95-го за два месяца подорожал в среднем на полтора рубля и постепенно приближается к отметке в 50 рублей. Для кого-то даже такая, казалось бы, незначительная перемена влечет серьезные изменения. Приходится в чем-то себе отказывать. Ну вот, например. Ну, например, ну где-то пешком пройтись, проехать по проездному билету. Причина такого резкого скачка в ценах – оптовое увеличение стоимости горючего. Оно началось еще с января, когда на рынке начал образовываться дефицит бензина. Если сравнить объемы произведенного топлива в прошлом и в этом году, нефтяные компании порядка 5% сократили объемы выпуска бензинов. Если мы посчитаем в абсолютных цифрах, это измеряется сотнями тысяч тонн. На это наложились и другие проблемы. В первую очередь, сезонный ремонт на заводах по производству бензина и увеличение внутреннего туризма на автомобилях. Вследствие чего, потребление на АЗС у трасс выросло на 30-40%. Поскольку бензин на Алтае, по данным Росстата, самый дешевый в стране, из-за резкого подорожания цена оптового горючего превысила розничную. Больше всего от этого страдает частные АЗС, которых только в Барнауле около 60%. Мы же купили бензин там и по 42 рубля, и по 40 рублей. И кажется, что мы в рублях зарабатываем. Но, как только мы сейчас купим его по 46, у нас было, допустим, там 1000 тонн бензина на остатках, а получится 900 тонн. Притом цену за литр бизнесменам поднимать относительно бесполезно. АЗС нефтяных компаний ценник стараются держать, несмотря на работу в убыток. А к ним доверия больше, чем к частным организациям. В итоге, главный плюс предпринимателей – низкая цена – просто нивелируется. Сейчас топливный бизнес в Алтайском крае – рискованное предприятие. Эта ситуация может привести к уменьшению числа игроков на рынке. Человек ко всему привыкает. Согласен я с этим или нет – не согласен. Ну а что здесь уже сделаешь? И остается только ждать. Эксперты предполагают, что оптовая и розничная цены стабилизируются к осени, когда нефтеперерабатывающие заводы выйдут с профилактических работ и закончится высокий сезон туризма. Однако это может стать лишь временным затишьем перед бурей, поскольку сейчас Министерство финансов настаивает на снижении параметров демпфера в два раза. Это значит, государство будет выплачивать нефтяникам меньше средств, которые все эти годы идут на стимулирование их работать на внутренний рынок, а не зарубежный, где выгоднее. Поэтому до какого уровня может взлететь стоимость одного литра, если законопроект примут – загадка для всех. Машина заправлена, кошелек пуст, а жители Алтайского края полны надежд, что бензин не перешагнет отметку в 55 рублей за литр, не говоря уже о большем. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.